Информационная продукция для детей, достигших 12 лет. И сегодня, прежде чем я начну интервью с нашим гостем, я хочу, чтобы вы обратили свое внимание на экран. Продолжение следует... Что ж, а мы продолжаем наш сегодняшний выпуск. Сегодня у меня в гостях Милослава Романова. Она у нас является фотографом. Ну, привет. Привет. Как твое настроение? Очень напряженно, много волнуюсь. До этого ты никогда не давала интервью? Нет, я обычно за камерой нахожусь, именно оператором. Ну да. А тут как спикер. Вот. Ну, в любом случае, у тебя как бы имеется опыт работы в ходе съемок, так что... Ну да. Как бы банально не звучало, чувствуй себя как дома. Как бы это просто общение. Вот и все. Вот, начали, как мы строим вообще наше интервью? Вначале мы задаем такие биографические, скажем так, вопросы, касаемо наших гостей. Типа, сколько им лет, откуда они, где они учатся и как пришли к своей текущей деятельности. Давай начнем хотя бы с этого. А потом уж начнем углубиться. Так. Меня зовут Милослава, фамилия Романова. Я фотограф. Также мне 16 лет. Кстати, вот это мне удивит. Тебе 16. Серьезно? Да, вот мне в этом году 17 исполнится. Через месяцев 5 где-то. Вот. Ну, я немного такая... Блин, я за эти 16 лет ничего не сделала почти. Почему? На учебу поступила программистом. Вот. Сегодня спар ушла. Плохой пример, наверное. На экран. Вот. Что еще? Я веду свой блог в Инстаграме. Бывший СММщик. Видеограф, фотограф, мобилограф и еще много кто. Всякое современное. Да. Ага. У тебя интерес в целом к фотографийной деятельности, скажем так, когда было? С самого детства? Или потихонечку потом пришло из-за актуальности этих профессий? Нет. У меня вот с самого детства из-за того, что мои родственники, моя семья были окружены этим. То есть, у меня крестная, моя тетя, моя мама, они все работали фотографами в студии. И все детства я проводила, конечно же, в студии. Вау. То есть, вот это начиналось в школе, когда пишешь сочинения, кем ты хочешь быть, вот ты пишешь фотограф, а потом в жизни ты, когда уже определяешь профессию, ты думаешь, боже, это точно не серьезная профессия. Но сейчас я так уже не думаю. Больше понимаю, что на этом реально можешь заработать. Так мне внушали стереотипы больше взрослые, родственники о том, что это бесполезная профессия. Да. Хотя они сами эти работают. Я такая, типа, что? Вот. Потом где-то три года назад я взяла маленькую камеру, которая была у моего отца. Никон такая маленькая. И вот решила пойти пофотографировать с подругой. Потом поняла, что мне это очень нравится. Это начало было как хобби. Выкладывала в Инстаграм. Людям тоже начало нравиться. И, конечно же, так все закрутилось. Мне предложили поработать, типа, за деньги на вот эту маленькую камеру. Я такая, окей. И вот так вот сейчас у меня нормальная большая такая камера Sony. Еще несколько камер, но я ими не пользуюсь. В основном только Sony снимаю. Сейчас идут заказы. Так вот работаю. Вот. И после этого ты говоришь, что ничего особо не добилась, да, в 16? Надо принимать себя. Хорошо. Упомянула про свою первую съемку, да? Да. Можешь вспомнить, каково это было и что ты там снимала? Ой, это было на старой части. Это очень далеко от меня, потому что я живу в другой стороне города, где-то на Шанхае. В группе мира. И ехать до сюда где-то минут 30-20. А если на автобусе, то вообще час где-то. Вот. Получается, мне написали девочки. Они сказали, вот так-то, так-то. Такая-то идея. Такое-то место. Столько-то заплатят. Тогда я за съемку вообще мелочь брала. То есть это там на такси. Где-то она стоила то ли 1500, то ли 2000. Вот. Где-то было 100 кадров, 30 обработанных. Немного нервничала, но пыталась скачать этот профессионализм, уверенность. То есть, ну вот я умею работать. Вот. А получилось очень классно. Сейчас в Инстаграме эта публикация популярная была. Конечно, уже сейчас не популярная, но была популярной. А что снимали? Вот двух девочек. Они, получается, вот в парке Пушкина у нас. А, кажется, видел. Вроде. Вот. Там две девочки, они там то на карусель залезут, то на скамейку. Тогда он, кстати, еще не работал. Да, осень уже была. Вот. Да. И на сегодня. Тогда тебе сколько было лет? Не знаю, лет 14. 14. Да. И, по-твоему, это не является таким успехом? Ну, думаю. Я вспоминаю себя в 14 лет, я все еще играл в Лего. Так что, давай, не будем об этом говорить. Вот. Окей. А почему ты решил поступать на программиста? Ой. Вообще, имеется профессия в универе, касаемо оператора и что-то подобное? Или нету? Ну, у нас нету. В Алмате есть. Есть. Вот только появилась в колледжах и так далее. Почему не решила туда поступить? Далеко. Мои родители были бы против, типа, как я бы там выжила. Да. И поступила на программиста осознанно это был выбор или как? Ну, по сути, я хотела просто никуда не поступать, но мне сказали, что не могу никуда поступить. Поэтому пришлось поступить. Я подумала, вот два года до 18-й проучусь и просто уеду. Но сейчас, я не знаю, пока подумаю, 50 на 50, докончу ли я эту профессию или все-таки уйти из нее. И как? Шаришь программирование? Ну, из-за того, что у меня близкие друзья шарят, как-то помогают, говорят что-то, а так нет. Не особо. Потому что я, вспоминаю себя, когда тоже пытался поступить на айтишника и семестр один учился, я вообще не дружил с компьютерами. Вот вообще токсичные были отношения, можно сказать. И в первый день учебы помнится, что я сидел и думал, когда же мне включат компьютер, потому что я не мог даже его включить. А другие люди с первого же раза уже там не знают, что там кодят или как там говорится у них. Вот. Ужасное было время. Просто так. Я родилась уже в том времени, когда у меня дома уже стоит компьютер от старшей сестры. Я такая типа... Ну, и вот. Сейчас говоришь, что уже имеются постоянные заказы, да? Недавно ты даже запустил рекламу. Кстати, я был в шоке, когда вот листаешь в Инстаграме, и потом выходят какие-то рекламные... Таргет, да, да, да. Как это? Ой, это, короче, я когда... Таргет или как там называется? Да, Таргет называется. Я когда работала в Ассоциации Корейцев... Ты там работала? Да, вот. Я там работала где-то больше полгода, наверное, месяцев 9-8. Ну, по-своему желанию ушла. Да, потому что, ну, уже надоело, нужно расти. Вот. И там же я научилась запускать Таргет. Я запускала на два аккаунта Таргет. И сейчас я запускаю на свои аккаунты Таргет. То есть на фотографирование, на фотографа и так далее. Вот. Могу поподробнее об Ассоциации? Давай. Потому что я немного в шоке. Потому что я думал, со стороны ты не особо увлекаешься этой корейской культурой или кип-попом. Ой, нет. Нет? Я, в общем-то, в каком-то там, в 20-м году, когда у меня было 15-14, тоже начала увлекаться кип-попом. Пошла в танцы корейские, то есть тоже кип-поп. Сначала танцевала год, а потом моя знакомая, получается, у нас появился новый председатель Юрий Шек. Моя знакомая предложила мою вакансию как фотографа самому Шеку. И вот. И после этого мы пришли на собеседование, я немного нервничала. Я еще тогда камеру не купила. У меня даже телефона не было хорошего, типа камера. У меня Xiaomi какой-то был Redmi. Ну, она сказала, типа, не нервничай, если что, буду давать свой телефон. Я такая, ладно, ладно. А я в Инстаграме уже шарила. У меня, наверное, в подписчиков тогда 3000 уже было. Вот. Она сказала, если что, будешь вести нам Инстаграм, фотографировать то-сё. Ну, вот я пришла на собеседование, мне сказали, что меня возьмут. Так я немного подкопила, купила себе профессиональную камеру. Круто. Сейчас я мечтаю о Sony A6000, вроде так называется. А она сколько стоит? Ну, БУ стоит где-то от 200 тысяч. А не БУ, миллион с чем-то там стоит. Нифига себе. Вот. Вот так начала работать с ассоциацией. Мы, получается, снимали рекламу. У нас делились подразделения. Сначала я работала с командой. Но потом поняла, что я не могу работать с командой. Я вообще не лидер. Начала это развивать. Так это отбросила команду. И, получается, работала совсем одна. То есть я была и мобилографом, и видеографом, и таргет вела, и аккаунт вела. И фотограф, и кто я там только не было. Вот. И, получается, потом, когда нужно было уже запускать команду, я ушла. Потому что я с этим бы не справилась. Интроверская душа, да? Не особо любишь работать в компании? Да. Есть такое. А вообще, в целом, в чем заключается работа и задача ассоциаций? Что они делают? Ну, это, получается, популяризация культуры. В нашем регионе, да? Да, в нашем регионе. То есть во всем Казахстане есть эта ассоциация. Вот есть в Алмате, в Астане. Главный центр вроде бы в Алмате, если не ошибаюсь. Находится я там не была. То есть у них каждый год происходит съезд. Или каждый полгода съезд происходит. Там собираются все с регионов, с других городов и так далее. И обсуждая все дела. Вот тут строится сейчас центр официально. Где-то сзади Акимата. Который, ну, там, в центре города. Да. И, получается, да, вот популяризация. То есть они проводят мероприятия, чтобы людям нравилась культура, чтобы люди замечали, находили там своих родственников. Например, корейцы. Вот. Такая-то. Сейчас ты уже там не работаешь и работаешь на себя, да? Да. Сейчас у меня так вот. Можешь вспомнить какие-то забавные ситуации в ходе съемок, когда ты работала сама? Сама? Ну, думаю, таких мало. Ну, то, что только люди опаздывают очень часто на съемку. Так, типа. Больше, чем это. Где-то ты? Они. Они. Я очень пунктуальный человек. Могут там за два, за три минуты прийти. Вот. А так, забавных моментов нет. Иногда вот, когда вот первая съемка была, вот в парке, на вот эту маленькую камеру, девочки предложили залезть на карусель ромашку. Прям на самый штык вот этой ромашки, огромной. Прям наверх залезли. Я такая, ну, если вы упадете, это не моя имена будет служить. И это было как-то опасно, даже страшно, что ли. Но все равно сняли. Ну, благо, они не упали. Нет, они не упали. Ну, и слава богу. Да. А с твоей стороны никаких не было? Косяков. Да, потому что, помнится, всякие видеографы и другие люди приходили, они говорили, что бывало такое, что вот камеру забыли. Хотя, не поймем, как, может, ладно, какие головы ты забыли? Ну, камеру как? Или флешку, что-то подобное? Нет, у меня было, короче, не на своей личной съемке, а на съемке ассоциации. Получается, мы снимали какую-то рекламу. У нас был штатив, который покупала уже я, и он всегда находился у меня дома. И запечаталась о штативе, который сама держит камеру. То есть, я ее забыла дома, а штатив привезла. Я еще на такси потратила, съездила домой, забрала штатив, вернулась снова и поняла, что у меня нет деталей о штативе. В общем, да. А потом, короче, без штатива нельзя снять рекламу, потому что стабилизация будет ужасной. И, получается, смотрю, и у меня карта памяти не работает, типа, заблокировалась, я ничего не могу сделать, и, в общем, съемка отменилась. Было очень грустно. Вот. Понятно. А ты как относишься к мобилографам? Потому что, оказывается, я недавно об этом узнал, что операторы, те, которые несут штативы, огромные камеры, они как-то снисходительно, может быть, даже с неприязнью относятся к мобилографам, которые ходят просто своими телефонами и спокойно снимают. У тебя какое отношение к этому? Ну, иногда бывало, мне тоже было лень ходить с огромной камерой с сумкой, штативом, еще чем-то. Конечно, я просто тоже брала телефоны. Ну, главное, чтобы у мобилографа был стабилизатор, типа, работает, ну и пусть работает. Типа, на этом же тоже можно заработать. Чем вообще разница у них, видеографа и мобилографа? Ну, то, что у телефона будет другое качество только, а на камере, ты снимаешь на профессиональную камеру, у тебя уже будет совсем другая картинка, то есть на камеру, конечно, будет очень лучше, но это будет дороже стоить, чем на телефон. А потом сами фотографии, работы ты сама монтируешь или как? Да, все сама, все научилась делать. Вот я еще с детства игралась в фотошопе, знаете, это моя игра была единственная на компьютере. Еще к маме прихожу на работу в студию, а у них там только фотошоп и какая-то игра. Что-то лепить надо было, вот этот магазинчик, сладости. Единственная на Windows 7 игра была несчастная. И все. Ну и пассианс. Можешь ждать топ-3 какие-то программы для монтажа, которые ты пользуешься? Или не топ-3, но какие ты часто пользуешься? Ну, думаю, вот сейчас популярна эта капка для телефона, именно для мобилографов. Один. Для монтажа еще пойдет DaVinci, это для профессиональной камеры. Это паблика ВКонтакте? Ау? Паблика ВКонтакте? Нет, это приложение называется DaVinci. Боже мой. Ну, третье. Именно для монтажа или пойдет для всего? Да. Что ты часто используешь в ходе работы? Ну, наверное, Light. Два имеется? Еще один? Lightroom, Capcode, Photoshop. Потом забыл, как приложение называется. Ну, и DaVinci, и все, наверное. Особо не пользуюсь таким программам. Ну, там по мелочам, типа какие-нибудь есть эффекты, я прям ищу приложение, чтобы сделать этот несчастный эффект. Потом я его удаляю и больше не пользуюсь. Окей. Ты еще какое-то время еще была в Мидмаре, да, когда ты однажды говорила? Как ты про них узнала и как ты туда пошла? Потому что вроде как они учатся в Жубану, а ты где учишься? Я учусь в Икебе. Это европейский... Это колледж или? Да, колледж. Европейский колледж бизнеса и экономики. Вот. Ну, тогда я училась еще в школе, когда я к ней поступила. Как о них узнала? Вот, это, короче, был 20-й год. Хочу использовать слово «паразит», но получается. Давай. Это был 20-й год. Наверное, вроде бы, да, 20-й. По 21-й. И, наверное, на начало 22-го. Или на 21-й. Нет, это был 21-й год. Времена карантина? Нет, это уже было после. А, после. Получается, 21-й год, август. Я замечала их в Инстаграме именно то, что они устраивали мероприятия, то есть на стадионе или в парке президента. Да, то есть они меняли всегда локации и пускали концерты. Вот. Я как-то замечала, замечала. Такая, блин, было интересно то, что столько людей. Я тоже хочу быть такой социальной. Сижу дома где-то, веду Инстаграм свой. Ну, через Инстаграм можно, конечно, много знакомств найти, но хотелось чего-то новенького. И вот как раз-таки в августе они запустили набор. И мой знакомый был в Медмаре, получается. Кто из своих секрет? Он уже не в Медмаре, давно он переехал в Астану, поэтому не могу сказать. Ну ладно, окей, хорошо. Юркас, кажется, алмаз давали. А, хорошо. И? Получается, я написала ему, типа, могу ли я вступить, там, сколько мне было лет? 15. Мне тогда 14 было, еще 15 не смолнилось. Типа, вот мне оставалось там неделя до 15, когда я подала заявку. Он такой, да, вообще там все равно, но на возраст. И вот, получается, написала им. И 31 августа у меня было вот это как раз-таки интервью с ними, знакомство. Интервью? Ну, по Zoom. Типа, надо было рассказать им про себя. Да. Вот. В то время кто был руководителем? Ермахан. Ермахан, да. Ох, я помню, как он составляет резюме, такие собеседования. Ну, в основном, я встречала Белла, то есть, да, Жангуль. Вот. Получается, там были все админы. Я тогда нервничала, сижу дома, просто такая страшная. И потом где-то как раз-таки 1 сентября была школа, я тогда поступала в 9 класс. Вот. Была школа, и 1 сентября я очень нервничала на линейке, потому что мне не волновала вообще линейка, мне волновал Минвар, что они мне ответят. Я тогда их вообще такими представляла вообще. Радуга, новый мир, новый свет, новые возможности. Ага. Ну да, они показали новые возможности, конечно, но потом что-то никак не пошло дальше. Вот, так вступила. После 1 сентября они мне написали, что вас примут. И я была, наверное, первым самым младшим участником в Минваре. Потому что сейчас, мне кажется, у них есть свои требования касаемо возраста. Да, вот сейчас они, потому что там еще был один мальчик со мной, который был моим ревестиком. Нет, он у меня был на год младше. Ого. Вот. Потом я об этом узнала, когда у них была какая-то вечеринка. Вот. После этого они запомнили это, и у них сейчас требования на возраст очень сильные. Ну вот, где-то, получается, с сентября по август я была в Мидмаре. С сентября по август? Да. То есть целый год? Ага. Да, и целый год вот я была, и получается, в конце меня выгнали. Чего? Да, беспричинно. Просто потому что сменился руководитель, и из личной неприязни, то есть не объясняли ситуации, ничего не обсуждали, просто выгнали. Мне говорили, типа, просто поговори с новым админом, узнаю, что не так случилось. И я такая, все, я уже не хочу там находиться, потому что, получается, все было очень отлично, проходили мероприятия, было что-то новое. И потом, где-то после марта 2020 года, 2022 года, они как-то затихли. То есть уже в марте... Сейчас, да, заметил. В марте 2022 года уже все было тихо, сейчас 23 год, все еще тихо, и ничего почти не происходит. Вот. Я такая, типа, ну, уже все равно, уже нужно расти дальше, минмар уже в прошлом, уже не нужно цепляться за те возможности, которые так нет. Вот. Но было весело. Выгнали, говоришь, это как-то странно. Это был не Ермахан? Нет, это был не Ермахан, сейчас там другой этот руководитель. Да, слышал то, что сейчас другой. Да, там сейчас на Зерке руководитель, Досбай. Испания, типа. Ее все называют Досиком. Может, слышал. Нет, не знаю. Ладно, неважно. А ты там кем была в качестве фотографа? Ну, посыпала я как фотограф с этой опять маленькой камерой, несчастной камерой. И они сказали, да ладно, давай. И вот, все равно я много чего сделала на эту камеру. То есть сняла ролик на благотворительный день. То есть кошечка мила по району. Еще много фотографировала. То есть всякие вечеринки я фотографирую. То есть людям реально нравились фотографии, я скидывала. То есть на встречах, на том всем. И так, как просто, как человек там была. Вот самая такая больная тема, которую мы даже с тобой один раз обсуждали. Хотя не то, что обсуждали. Ты у себя в сторисе выложила. Да, да. Да, касаемо вот разного есть названия. Хаслокультура, культпродуктивности. И как любят люди, не говоришь, что успешный успех. У тебя тоже имеется трабла с этим, не так ли? Как и у многих. И как ты с этим справляешься? Потому что раньше ты говорил только что, что я дома сижу, другие там развиваются, там не знаю. Как на подобии Медмара. Нужно как бы тоже так социализироваться. Хотя через некоторое время понимаешь, что это не обязательно. Да. И как ты к этому пришла и как с этим работаешь? У всех разные методы все-таки. Наверное, после карантина я тоже такая была. Типа, мотивация, нужно работать, работать, продуктивчик. Ну, прям много всего брала на себя, куча проектов. То есть, Медмар вступила. То есть, я миллион раз выгорала и не понимала, типа, из-за чего. Интересно, почему? У меня несколько проектов, интересно, почему. Да, да. Что-то не понимаю, чем я выгораю. Типа, я работаю, и ничего не получается. Типа, и вот, получается, где-то в 2022 году я для себя, типа, отметила о том, что нужно иметь баланс. То есть, не обязательно быть каждый день продуктивным. Можешь сегодня поработать часик, а завтра побольше поработать. Или сегодня поработать, а завтра не работать. Там, сходи себе купить что-нибудь. Или, там, отдохни хорошенько. Ну, плевать, типа, ты сам за себя отвечаешь. То есть, главное, как ты к себе относишься. Не важно то, что там кто-то увидит что-то там продуктивный. Ты можешь там себя в любой момент показать продуктивным. То есть, там, даже самое главное, вот, именно баланс для меня стал, то, что нужно распределять свою энергию на людей, на работу, на себя, главное. Верить в то, что ты самое главное у себя в жизни, а не вот это сейчас культ продуктивности. И большинство людей ошибается много в этом, в продуктивности. Они неправильно это принимают, и думаю, что если они, там, например, начнут кучу читать книг, смотреть подкасты, и при этом ничего не делать, то есть, у них ничего так и не будет, но они думают, что от этого будет лучше. То есть, вот сейчас он пойдет, почитает книгу Стив Джобса, и завтра откроет Apple. Нет, это так не будет. Нужно, помимо того, что ты читаешь книги, делать действия для себя, для своего будущего. То есть, сегодня вот я проснулась и думаю, что мне сегодня сделать для себя в будущем. Не обязательно я пойду, там, открывать Америку. Я, там, не знаю, встану, это уже большой прогресс. То есть, я уже не буду сегодня выгорать, я уже встала, я уже попила водички, уже почистила зубы. То есть, сегодня без депрессии. Сегодня уже более-менее. Вот. Ну, насчет выгорания. Главное начать, что-то делать. Потому что, вот, буквально неделю назад я выгорела. Да, я видел, ты пропал на несколько дней социальной сети. Да, потому что вот эта реклама. У меня начали подниматься охваты, уже до 10 тысяч поднялись охваты на рекламах, на видео, на рилсах. И как-то на выходных я просто выгорела, потому что перестала верить в себя, перестала думать о работе. И вообще, я расслабилась. Ну, сейчас я заставила пристись все сюда. Вот. Хотя, решила немного отложить даже. Можно или не прийти? Немного даже смутила. Ладно, хорошо, через два дня можешь рассказать, там, не знаю. Да, я живу сейчас. Мне с утра, я такой, че? Да, с декабря откладываю, когда-то первый раз написала. Да, я помню, когда первый разговор, ты такая, а от этого вопроса я чуть потом. Да, да, да. Ну, когда-нибудь там руки дойдут. Вот, да. Да, а вот теперь мы тут сидим. Окей. Ну, касаемо вот культа, действительно, потому что я даже помню, как говорила одна знакомая, касаемо вот роста, развития, что я дышу, это уже как бы по сути развитие твоего организма. Так что день уже не прожит зря. Да, мне кажется, у каждого свое время, то есть каждый там когда-нибудь, если чего-то хочет достигнуть, он достигнет просто у каждого свой путь. Да. Обязательно там смотреть на какого-нибудь своего ровесника и думать, что вот он уже миллион заработает, я все еще, ну, там, сто копеек там от мамы получаю. Да. Да и скромная жизнь тоже не является, мне кажется, прям такой плохой. Ну, да. Может кто-то счастлив в этом. Да. Ну, главное, не жить в своей зоне комфортно, потому что все время, все время как-то себя нужно улучшать, то есть ты не должен наслаждаться чем-то одним. Получается, если ты там живешь на последние деньги, как-то романтизируешь это первое время, то есть в следующее время тебе уже не получится это романтизировать, то есть не сможешь так жить всю жизнь, понимаешь. Вот эта мысль, например, готов ли ты жить, а также через год назад, через год вперед, и ты думаешь, нет, не готов. Нет, конечно. Я хочу расти, и вот какая-то такая мотивация. Вообще мотивации не существует, но... Да. Вот. Согласен. Да и плюс, вот про зону комфорта говоришь, иногда сложно найти вот баланс, точнее границу, где вот это лень, а где действительно это не стоит делать. Ты как-то находишь границу сейчас? Да. Вот сегодня вышла из зоны комфорта. Ну, там была лень из зоны комфорта, я говорю, я... Ну, наверное, больше лень. Наверное, да. Да. Хорошо. Так, насчет книг. Кстати, действительно, про Стива Джобса ты говоришь, что прочитав, ты не откроешь Apple. Даже если вспомнить про книгу, как она называлась, напомни, пожалуйста, Дейла Карнеги, про как заводить общение, разговоры, что-то подобное. Слышала, да? Да, да, да. Хотя сам автор вроде как умер в один веществе. Мне кажется, даже смотрела этот краткое содержание, слушала именно книгу, аудио. Так быстренько я послушала, и такая... Ну, я, пожалуй, просто пойду заговорю с кем-то. Чем было должно читать? Да, читаю. Вода. Окей. Но, тем не менее, у тебя есть какие-то топ-3 книги? Не будем говорить, что именно про саморазвитие вообще, топ-3 книги в другом жанре. Какие они у тебя имеются? Топ-3 книги. У меня больше художественных литератур. Давай-давай. Я тоже больше их люблю. Наверное, Мураками. Давайте, Норвежский лес. Классика. Последнюю книгу, которую я читала. «Принцессы спасали себя сами». Тоже классно. Иванистская, да? Название такое интересное. Да, кстати, она сейчас популярная среди девушек, среди женщин, даже девочек. Вот. И третья книга, которую я читала в последний раз, тоже классная была. Это про отношения, но точно название не вспомню. Вроде бы пять признаков, как дойти до счастливых отношений, что-то такое. Такие назвать меня очень сильно, так называть у меня ажиотаж. Окей, то есть через пять вот этих вот вещей я смогу стать счастливым? Нет, точно. Просто какие-то пять признаков, которые главные в отношениях там рассказывают больше. Там больше про буддизм было. Я такая... Интересно. А сама, если не секрет, какой веры придерживаешься? Ой, я вообще не придерживаюсь веры. То есть я уважаю все религии, верю, что есть что-то там на небесах. Но сама пока не хочу к религии слишком приближаться. Касаемо отношений, они у тебя имеются? Да. И как ты выстраиваешь здоровые отношения? Это сложно. Судя по твоим сторисам, они у тебя получаются. Ну да, только не считая последних сторисов. В общем, ну, все начиналось с того, почему вот я выбрала, например, своего партнера. То есть он предложил с первого дня поработать там чем, что у меня накопилось после встречи. То есть я чувствовала себя неловко, то есть как-то какие-то у меня негативные чувства были. И я предложила своему... Точнее, партнер предложил мне, мы еще туда же не встречались, поговорить об этом, рассказать, поработать. И то есть мы очень часто начали говорить про работу в отношениях, то есть это самое главное в отношениях. А у меня такие принципы, типа я буду бороться до конца, типа там, за человека, за отношения, даже верить, что это какое-то чудо. Летать на вовлаках. Конечно, главное не надевать розовые очки, как делают это многие. То есть он изменится там, он там то-сё, просто верить в свои отношения. Как и не после. Не обязательно просто... Так, не обязательно просто там сидеть на месте и думать, что случится чудо. Да, ну и работать над ними. Да, главное работать, чтобы оба партнера работали над ними, потому что по-другому никак. Вот. В чем вообще заключается работа, по твоему мнению? Ну, это получается выслушать партнера, говорить с партнером. То есть вы должны находить общий интерес вместе, проводить достаточно время, то есть обговаривать это заранее, сколько у вас времени. Потому что после этого может быть очень много ссор. И ссоры — это нормально. Ссоры помогают сделать отношения правильными. То есть отношения не могут быть всегда здоровыми. То есть бывают ссоры, это нормально. Главное не замалчивать о своих чувствах, о своих обидах, недовольствах. То есть если партнер молчит, то другой партнер никак не узнает, что у него там на душе. Там обиды вот эти. Конечно, можно пообижаться так, но сильно не стоит так манипулировать уже партнером. В профессиональной части, какие у тебя планы на будущее? Вообще, да, мы говорили про вот этот культ продуктивности. Однако у тебя есть вот это вот выстраивание каких-то статистик в плане цели? Что вот у меня есть такие общие цели, есть цели на год. Или ты приверженся того, чтобы просто жить? Живу одним днем. Живу одним днем. Ну, я вообще в начале года сажусь, пишут писать цели, и на этом блокнот потом где-то пылится. Где-то там на окне или в шкафу где-нибудь, больше я его не открываю. Ну, примерные цели я строю на ближайшее время, ближайшие три месяца, ближайшие полгода, но никак не на год. Вот, ну, наверное, цель. Я хочу раскрывать, а вообще не люблю. Нет, раскрывать их не стоит, просто имеется в виду, у тебя есть ли какая-то система? Система, своя, собственная. Да, думаю, я вот не хочу работать именно на какие-нибудь студии, то есть быть в системе. Хочу работать одна, с креативом, то-сё. Получается, ну, больше клиентов, наверное, и, наверное, открыть свою студию. Ну, вот, ближайший год, наверное. Банальный, но заключительный вопрос в плане твоей профессии, деятельности. Ты, конечно, особо не считаешь, что добилась чего-то, хотя я вижу обратное, но всё же. Что бы ты посоветовала людям, которые хотят заниматься фотографированием, что-то подобное? Так, ну, первое, это не слушать никого, потому что меня очень много обговаривали, то, что я вот не смогу фотографировать, то есть это мелочь, это просто хобби, на этом не работаешь. Главное — слушать себя, даже когда я копила на камеру, говорила маме то, что вот у меня будут заказы, она меня вообще не слушала, даже как-то задевала, то есть я там рдала дня этим, нет, я буду работать фотографом. То есть мне главное — слушать себя, слушать то, что внутри себя, и даже если тебе страшно, значит, что это точно твоё. То есть то, что тебе даётся сложно, то, что это значит твоё. У меня в голове так сложилось, ты должен до конца на этом пахать, пахать, пахать. Что ещё посоветуем? Наверное, ничего не бояться. Типа, да, бывают сложности, там, подкопишь там на камеру, подождёшь чуть-чуть, получится у тебя всё. Не знаю, ты можешь тоже так же начать фотографировать с мыльницей какой-нибудь, даже на плёнку. Всё, что тебе нравится, можешь даже на телефон начать фотографировать, если людям это будет нравиться, то ты говоришь, у меня талант, пойду так делать. Главное — подбадривай себя, ты сможешь, ты хороший, ты класс, ты хороший, ты хороший. А родители как относятся? Меня немного удивило, почему-то я подумал, что раз они в той же сфере, что и ты, то они должны поддерживать, разве нет? Ну, не знаю, они как-то против. Они сейчас работают в этой сфере? Нет. Нет? У меня папа вообще на пенсии, он не работал в этой сфере, у него просто камера была, на работе пофоткать. Мама там уже не работает, крёстная до сих пор работает, тётя уехала в Россию, и получается так вот. Мои родители считают, что если есть интеллект, мозги, то лучше работать на какой-нибудь более обеспеченной работе, как юрист, программист. У меня вот хорошая тяга к цифрам, и мои родители, ещё я раньше рисовала. Говорили бухгалтерам? Да. И такие, типа, ну, какую-то такую хорошую работу, вот, там даже медики, если, даже супер будет, только рада. Да уж, окей, а сейчас как они относятся? Сейчас, ну, и мои родители... С твоим, скажем, успехом, то, что вот уже поступают постоянные заказы, и что, что инстаграм как бы... Ну, не как-то особо, уже спокойно относятся, вот как я после ассоциации, они более спокойно относятся, то есть уже всё равно. Ну, ну, пускай работает, если он зарабатывает, то работай, в чём проблема. Окей. Хорошо, теперь предлагаю перейти к Глиц-запросам, надеюсь, тебе знакомо это, когда ты задаёшь такие вопросы, которые не относятся к твоей деятельности, а к другим вещам, и ты отвечаешь, как тебе душе угодно. Готово? Угу. Что или кто является самой большой гордостью в твоей жизни? Нифига себе. А может, я ложусь от чего-нибудь лёгкого. Что является моей большой гордостью? Может, твой кот. Нет, наверное, моя подруга. То есть у меня есть близкая подруга, её зовут Арай. Угу. Мы познакомились с ней на ассоциацию, когда я брала в команду людей, и то есть она закончила поток, курсы. Наверное, знаешь, нет, это курсы, там, такие… Курсы какие? СММщиков в основном готовят, там, Таргета обучают, СММ. Я уже слышал, кажется. Ну, вот, и она написала мне, нужен ли ей какой-нибудь диплом или окончание, о чём-то. Я такая, да нет, просто приходи на собеседование, я там тебя приму. И вот с тех пор она, после этого её прям, она замотивировалась, она много работала, я прям за ней смотрела, она меня как маму называла. Старшая сестра и так далее. И было так приятно на неё смотреть, как она там, она открыла свой секонд, она прям старалась. Старалась, сейчас у неё другая сфера, вообще не тем, чем она занимается, то есть СММ, она рассказывала всех своих проектов. Вот, то есть мы вместе иногда снимали рекламу, мы снимали рекламу для колледжа, от ЭТК, кажется. И вот, мне было очень приятно с ней так работать, общаться. Мы и сейчас общаемся, вот, смотреть за ней, то есть, вот, это моя гордость. Окей. Говоришь, назвала тебя сестрой? Да. А ты её старше? Ау? А ты её старше? Нет. Ну, я её стар... А, нет, я её старше. А, ну, хорошо. На год идёт, даже на полу. Окей. Твой самый сильный страх? Страх? Только что гость говорил, что боялась темноты, например. Нет, наверное, не добиться ничего в жизни, то есть уйти, не оставив ничего от себя. Какое своё достоинство ты считаешь наиболее ярким и полезным? Достоинство? Наиболее ярким. Наверное, мой инстаграм. Он прям такой хороший, яркий, то есть контент ежедневный, очень много фоточек. То есть у меня с самого начала была такая цель, оставить себя инстаграм, то есть у меня будет куча фото, которые будут там наставить мои правнуки. И такие, ой, боже мой, у нас такая бабушка, бабушка была такая классная, вот. Потому что, в принципе, инстаграм же как современный резюме человека. Ты просто заходишь, его уже узнаёшь почти, что про него всё. Да, да, да. Да, так что понятно. Хотела бы что-то поменять в своей жизни? Ой, нет. Нет? Я всегда отвечаю на такой вопрос, нет. Это хорошо. Можешь ли с уверенностью сказать, что ты счастливый человек? Ну да, я счастливый человек. Умею. Есть всё, ну не прям всё, но большинство, чем надо человеку счастливого. Является ли мечтательность с хорошим качеством, по-твоему? Мечта с хорошим качеством? Мечтательность. Мечтательность с хорошим качеством. Не думаю, ну, наверное, 50 на 50. Хорошо, когда мечтаешь, а когда уже летаешь в облаках, это уже... Да, потому что вот я вот с детства говорила, что у меня нет мечты, просто потому что я не знала. И говорить нет, я не могу, потому что сейчас есть мечты как бы. Вот. Угу. Так, расскажи о самом лучшем совете, который принёс для тебя хорошие результаты. Ой. Честно, не вспомню даже. Хороший совет. Тебе, может быть, кто-то дал, или ты сама, может быть, пришла к этому? Можно пропустить этот вопрос. Окей, хорошо. Так. Ага. Что ещё? Если тебя отправляют на необитаемый остров, что ты возьмёшь с собой? Ой. Топ-3 вещей давай. Это как какой-то... Как будто там есть неправильный какой-нибудь ответ. Это как голодные игры. Да. Так, топ-3 вещи. И всё, больше ничего. Да. Ты на 7-й туда отправляешь. А там еда есть? Нет. Как это выживу? Ну, вот. Ну, наверное, ножик охотничий. Угу. Есть. Здесь ложка, там вот это. То есть в нём потом... Запас еды тоже можно. Второе. Нет, зачем мне еда? Я там добуду. Может, там будет животное. Окей, хорошо. Ножик. Угу. Так. Что ещё взять? Сменную одежду или что ещё? Фильтр для воды. Ну, это очень нужно. Наверное, ещё камеру возьмём. Вот, да, камеру возьму. Снимать необитаемый устро. Ножик возьму. Интернет сама построю. Придумаю. А человека можно взять? Ну, наверное, своего парня возьму. Круто. Окей. И заключительный вопрос. В чём смысл жизни лично для тебя? Смысл жизни? Да. Смысл жизни во мне, наверное. То есть я сама своим смысл жизни. То есть я его делаю каждый день. То есть если я проснулась, то это я сделала. Там, я достигла чего-то. То есть это уже меня подбадривает жизнь. Там, я познакомилась с человеком. Я такая молодец. То есть смысл жизни — это я. Для себя. Круто. Хороший ответ. Что ж, на этом наше правило подошло к самому концу. Как видишь, 40 минут — это не такая страшная вещь, как тебе показалось в самом начале. Да. Начнём с этого. Желаю тебе удачи. Что, несмотря на 16 лет, уже являешься осознанным человеком по сравнению со многими старшими поколениями. Желаю удачи в плане своей карьеры и выстраивания здоровых отношений со своим текущим парнем. Спасибо. Вот. А на этом мы с вами прощаемся. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин